Конверты виниловых пластинок стали главными экспонатами выставки фото «Музыка винил», которая разместилась на мансарде Музея Симбирской фотографии. Её кураторы предлагают взглянуть на обложки виниловых пластинок и фотографии на них, выполненные с 1937 по 2022 года, как на предметы искусства. Мы отбирали именно по фотографической части, то есть не по музыкальной, а именно по фото, по истории, которая стоит за этой фотографией. Потому что наша задача не просто посмотреть на красивые картинки, которые кому-то понравились, а через эти фотографии рассказать историю, показать, какие фотографы к этому были причастны. Как отметила Мария Чурбанова, эта выставка партнёрская. И она не случилась бы без коллекционеров и любителей винила, а также организаций. Так, более трети всех экспонатов безвозмездно предоставил музыкальный салон «Гармония звука». Более того, они проконсультировали кураторов выставки о текущей ситуации на рынке виниловых пластинок и помогли заглянуть в историю. Большой вклад в создание выставки сделал также Сергей Ягунов и команда канала «Виниловый вечер». «Говорец книги» – это один из наших партнёров, которые позволили нам поработать с их фондом. У них очень большой фонд, около 10 тысяч пластинок, и мы к нему прикоснулись. С нашим распоряжением было порядка 8 тысяч пластинок, и мы все их отсмотрели. Взяли у них наиболее подходящие для нас пластинки. Это такие, как Майк Науменко, Бранс, Владимир Высоцкий. Все они на нашей выставке. Самые популярные фотографии на выставке соседствуют со смелыми работами менее известных, но сильных фотографов, художников и даже музыкантов. Так, в одной витрине находятся пластинки Брайана Адамса и рок-группы «Рэмштайн» не случайно. Дело в том, что Брайан Адамс, будучи музыкантом, делал фотографии для обложки альбома «Рэмштайн» и для его внутренних конвертов. Фото за 1937 год можно увидеть на конверте альбома «Лед Зеппелин». Она была включена журналом «Таймс» в список 100 самых влиятельных изображений всех времен. Автор обложки Джордж Харди. Обложка содержит черно-белое изображение катастрофы дирижабля «Гиндербург». На этой же стене представлены две пластинки группы «Битлз», которые на первый взгляд совершенно похожи. Но куратор выставки предлагает посетителям все-таки найти отличия. «Почему мы очень искали оригинал пластинки? Дело в том, что мы задумали такой сюжет. Сравнить пластинки, которые выпускали, например, в Англии, и пластинки, которые выпускали, допустим, в начале 90-х в нашей стране. В 90-х, помимо того, что делали просто копии пластинок, автор Андрей Тропила был такой персонаж. Он еще добавлял в обложки какие-то свои личные нововведения. То, что авторами было не задумано. То есть, например, сюда он добавил свое лицо. Впервые в музее фотографий посетители смогут увидеть фотографии на конвертах винила в исполнении фотографов Антона Карбайна, Ника Найта, Иэна Макмелана, Гоши Рубчинского. Всего на выставке можно увидеть около 60 конвертов виниловых пластинок, в том числе внутренние конверты и вкладыши. Рядом с конвертами расположены QR-коды, ведущие на соответствующий музыкальный альбом или фрагменты произведения исполнителя. Ирина Антонова, Олег Тончин, Управда ТВ.